На пресс-конференции, посвященной фестивалю Китая в Москве, рассказали о масштабной программе праздничных дней. Катар представил новый и весьма необычный с архитектурной точки зрения музей. В Дубае освобожденная спадариста Яхта-Луна. В Ливане женщины открыли предприятие по перешивке старой одежды. В Таиланде шесть слонов спасены из болота. Фестиваль Китая, крупное разноцветное шоу, пройдет в столице в сентябре, но подготовка к празднику Поднебесной в Москве уже началась. В ДНХ на время превратится в маленький Китай. Там будет проходить основная часть фестиваля. Это будет шанс лучше узнать Китай, лучше узнать его традиции, познакомиться с историей, узнать, как живут люди буквально у нас, которые наши большие соседи. Организатор фестиваля – Департамент внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы. Представители департамента отмечают, что проводить такого рода мероприятия в Москве – большая честь. Москва очень активно развивает отношения с китайскими городами. У нас проходит масса мероприятий, которые привозят сюда администрации китайских городов. В прошлом году, насколько я помню, у нас были мероприятия, которые привозил Пекин, Шанхай, Танзин, Чиньду. Может быть, я еще что-то забыл, но активность очень большая. Последние годы просто очень. Как отметили на пресс-конференции представители посольства Китая в России, фестиваль, приуроченный к 70-летию образования Китайской Народной Республики, поможет укрепить дипломатические отношения двух стран, которым в этом году также исполняется 70 лет. Этот год – особый год для китайско-российского отношения, поскольку им исполняется 70 лет. 70 лет – это большая круглая дата, которая всегда отмечается в китайско-российских отношениях, достигнуты столько успехов. И мы имеем всяческое право хорошо отметить этот год. Значимым событием для России и Китая станет совместный деловой форум, который состоится в рамках фестиваля. Количество участников может достигнуть одного миллиона человек. Праздник начнется 13 сентября, а завершится два дня спустя. Илья Залевский, Сергей Новиков и Гордей Аверьянов. Новости Большой Азии. В Катаре открылся новый музей, которому как никакому другому подходит эпитет необычный. Речь идет о здании, построенном французским архитектором Жану Нувелем. Под хранилище культурных ценностей отдано 52 тысячи квадратных метров, продуваемых сильным ветром. Здание было уже окрещено местными СМИ «Розой в пустыне». Строение расположено в районе Корниш, в Дохе. Стоит оно столь необычно, что любой посетитель, следующий в город из аэропорта, не может не заметить его, проезжая мимо. Здание выдержано в футуристическом стиле. У самого входа музея плещется лагуна, а в ней расположено 114 фонтанных скульптур. Строители сооружения отказались придать огласке сумму, в которую это здание обошлось. В музее посвящен истории народа Катара. Артефакты, представленные в экспозиции, весьма разнообразны. Так, в музее есть ковер, вытканный полутора миллионами жемчужин. Также любопытно отметить, что музей стоит на месте старинного дворца шейха Абдулы бин Джессима Аль-Тани. Это сын основателя современного Катара. Хранилище древности дополнило собой список необычных сооружений Катара. В дубайском порту Рашид по решению апелляционного суда освобождена эсподариста яхта «Луна», принадлежащая российско-азербайджанскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. Арест на имущество был наложен год назад из-за бракоразводного процесса олигарха с его женой Татьяной Ахмедовой. Состояние Ахмедова, сделанное в нефтегазовом секторе, оценивается в 1 миллиард 400 миллионов долларов. Суд приговорил его к уплате около 40% от общего объема авуаров бывшей супруги. Это составляет приблизительно 600 миллионов долларов. Ввиду того, что сумма не была переведена в срок на счет истицы, лондонский суд обратился во все международные инстанции с требованием заморозить имущество, принадлежащее ответчику. В марте яхта была освобождена из подариста, под которую она попала около 12 месяцев назад. В феврале 2018 года в Бейруте, столице Ливана, открылась отелье Хартук. Предприятие создали две женщины – Раша Шукар и Нахида Тавби, мечтавшие подарить вторую жизнь старым вещам. Владельцы лавки считают, что когда вещь кажется уже ни на что негодной, вовсе не стоит ее выбрасывать, потому что всегда существует возможность ее перешить. Таким образом, полагают партнихи, выиграют все. Потребители экономят на новых нарядах, окружающая среда мало загрязняется отходами, а мастерицы получают интересную им работу. Клиенты могут и просто подарить лавке старые вещи. Любопытно, что цена здесь действительно штучная. Она располагается в диапазоне от 5 до 30 долларов. Так как каждая вещь уникальна, в любом случае, женщины не ожидают сверхдоходов. Ввиду того, что деятельность пока не приносит много выручки, обеим предпринимательницам приходится подрабатывать и в другом месте. Но они надеются, что рано или поздно им удастся сосредоточиться исключительно на любимом деле. Перешив одежды, уже достаточно широко практикуется в мире фэшн. Но в настоящее время этот вид бизнеса только еще набирает обороты. Шесть слонят были спасены сотрудниками Департамента национальных парков, дикой природы и растений Таиланда. Они обнаружили малышей, увязшими в глубокой трясине в центре национального заповедника Тхаплан, что в 160 километрах от Бангкока. Слонята провалили из болота, а взрослые особи, по-видимому, ушли, так как не смогли оказать им помощь. В ходе обсуждения было принято решение выкопать некое подобие пандуса, который позволил бы зверям самостоятельно выбраться из глубокой грязи. Как только работы были завершены, спасатели отошли подальше. Слонята не обманули ожиданий. Они действительно сумели выйти из отруднительного положения, более не прибегая к посторонней помощи. Продолжение следует...